Привет-привет, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать на мой канал. У меня сегодня очень-очень прекрасный, почётный гость Игнат Дьяков. Игнат, добро пожаловать! И Игнат автор книг для людей, которые изучают русский язык, путешественник и тренер по здоровому образу жизни. Да, всё правильно, спасибо. Игнат, я активно использую твои книги. Можешь их показать, пожалуйста? Да, вот. Да, три книги. Три книги на данный момент, да. Я в основном их использую для занятий с людьми, которые изучают русский язык для работы, для бизнеса, потому что там много полезной бизнес-лексики. Но это не обязательно, да, не только. Ну, вообще, да, я писал для разных категорий изучающих русский язык. И, как сейчас показывает опыт, их используют учащиеся школ, ученики школ в Англии, в Америке, в университетах. И на курсах действительно те люди, которым нужно изучать русский язык, как часть их работы, чтобы улучшить их перспективы карьерные и в плане бизнеса. Отлично. Хотя последняя, вот третья книга, моя любимая. В ней много лексики общей, много историй и отсылок к русской литературе, к Михаилу Булгакову, которого мы вместе любим, как я понимаю. Да, конечно, у меня даже книги его есть где-то, да, так, у Каков. У Каков, да. Вот, вот, это по-английски, но и по-русски у меня есть тоже где-то. Да, угу. Хорошо. И мне очень нравится, что эти книги написаны только по-русски. Да. Это для меня очень важно тоже в моей работе, поэтому их можно использовать в любой стране, да? Да. Это специально было сделано для того, чтобы действительно учащиеся в разных странах, от Англии, Америки до Франции, Индии, Испании и Чили, могли взять их в руки и понять, что же с ними делать. Да, да, абсолютно. Печатные книги, так и с аудиоматериалом. Отлично. Их можно купить в интернете. Их можно купить, да, в интернете, на Амазоне, в других онлайн-магазинах или в обычных магазинах в Париже, в Лондоне, в Неверке. Друзья, пожалуйста, под видео есть ссылки, по которым можно купить книги Игната. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо тебе. И главный герой твоих книг Джордж, да? Да. Вот он, Джордж, он тоже в шарфе. К сожалению, у меня нет сегодня жёлтого шарфа, хотя у меня целая коллекция. Мне присылают читатели, и у меня собралась коллекция жёлтых шарфов. Да, но сейчас лето на дворе, шерстяной жёлтый шарф Джорджа шёл бы не к месту. Понятно. И мне кажется, Джордж похож на тебя, правда? Есть у вас что-то общее в характере? Например, он, например, вегетарианец. Он вегетарианец, да. Ты тоже? Я вегетарианец, я стараюсь перейти уже к веганству, к следующей степени. Ну, я был вегетарианцем с 14 лет, и мне это приносит большое удовольствие, и я считаю, что это помогает мне в жизни. Отлично, здорово, например. Так, ещё он ходит в спортзал, правильно? Да, да. Спорт, как говорится в первой книге, спорт — это большая часть жизни Джорджа и всех гваделупцев. То есть надо отметить детей Гваделупы. Гваделупы, привет, Гваделупа! Привет! А тебе пишут с Гваделупы? Нет, с Гваделупы мне пока никто не писал, к сожалению. Мне присылали одну фотографию человек на яхте, который проезжал мимо Гваделупы и прислал мне фотографию. Отлично! Но я спортом в спортзал я не хожу, это не очень интересно. Я люблю гулять, я занимаюсь айкидо. И ты также работаешь тренером, коучем по здоровому образу жизни. И как ты к этому пришёл, расскажи, пожалуйста. Для некоторых это будет звучать как такое несчастливое стечение обстоятельств. Три года назад у меня был рак, рак языка, поэтому я говорю с таким смешным акцентом. Нет, всё нормально. Спасибо. И так как для себя сначала я начал изучать, что же можно сделать для того, чтобы подобную болезнь предотвратить или хотя бы уменьшить шансы на заболевание, а после лечения как сделать свою жизнь более нормальной и адекватной. И вот это всё привело к тому, что я изучил много материала, исследовал разные системы. Я жил в Гималаях, изучал системы других медицин мира. И постепенно понял, что этим можно делиться. И сейчас у меня есть действительно ряд клиентов, которым я помогаю вести здоровый образ жизни, с тем, чтобы они могли побороть рак или просто радоваться жизни. Да, да, да. И ты это можешь делать и по-русски, и по-английски, да? Да, да. В основном мои клиенты англоязычные, хотя, конечно, есть и русскоязычные клиенты из Украины и из России. Есть две категории людей. Первая, конечно, это те, кто уже заболел раком, проходят лечение, лучевую терапию, химиотерапию, операции, и которые хотят понять, каким образом избавиться от побочных эффектов лечения, потому что это, к сожалению, процесс не безболезненный. Но при этом есть категория людей, которым интересно поддержать здоровый образ жизни, как умственный, да, психологический, так и физический. И вот этот баланс тела и ума, он очень важен, и это то, чем я стараюсь заниматься, тем, чем мне интересно помогать другим людям. И мы можем сделать такую связь между здоровым образом жизни и тоже изучением языка, правда? Абсолютно точно, да. Правда, потому что нужно поддерживать в хорошем состоянии не только тело, но и ум, да? Да, нет, я абсолютно согласен, мы вот, Таня и Дашек беседовали до этого видео на эту тему, и я абсолютно согласен с твоей идеей о том, что изучение любого языка, ну, даже таких интересных языков, как русский, да, для европейцев, например, русский язык, он всё-таки отличается, да, и это важно, потому что другие части мозга задействуются, и, конечно, это помогает нам сохранить какую-то бодрость и молодость ума, да, поэтому... Большое-большое спасибо, Игнат, за твою работу, за твои книги, за это вдохновение. Друзья, покупайте книги Игната. Пока! Пока, спасибо, Таня, был рад встрече с вами тоже. Субтитры сделал DimaTorzok